Что с такого момента учащается? Жизнь, новая жизнь музея? Сколько будет 10-10 лет? На каких условиях они будут здесь работать? Я все-таки хочу поставить наших жителей республики, всех гостей, замечательным событием, как раз, судя по этому. Мы, наконец-то, начинаем этап, когда музей будет принимать гостей практически в режиме действующего музея. Понятно, что мы еще только в начале долгого пути, мы только сделали первый зал как экспозиционный, у нас второй, третий зал выставочный. Нам еще нужно много усилий прилагать для того, чтобы мы будем перевозить экспозиции, перевозить в наши фонды. Это мы можем выступить только через месяц по определенному техническому регламенту, это займет у нас несколько месяцев, но мы будем все равно работать. Мы будем принимать в этом замечательном здании наших гостей и жителей республики Харкас. Мы будем показывать то, что мы сможем сделать в этом году. На будущие годы мы планируем начать создание новой экспозиции, это требует большого усилия, большого времени, больших финансовых затрат. Но поэтапно мы будем вводить огромный музейный комплекс в эксплуатацию. И думаю, что пройдет несколько лет, и музей в полном объеме заработает. Это история любого большого музея, не только нашего. Невозможно открыть здание и сразу начинать в полном масштабе работать. Любые такие большие поэты требуют огромного, вдумчивого внимания к созданию новой экспозиции. Просто экспозиция в Пелинский и Старого музея и поставить новую невозможно. Она здесь не работает, потому что она разрушается, она для другого пространства, более малого, стесненного создания. Здесь нужна новая технология. И вы видите, вы же не первый год здесь бываете, вы видите, как мы изменили зал каменных извоя. Для того, чтобы его измерить, нужно было очень много интеллектуально напряженной работы, для того, чтобы понять, а что же мы хотим делать это назад. Я хочу вам сказать секрет, что это не до конца сделано. Еще дальше будем продолжать поэтапно решать те задачи художественной экспозиционной, которые мы считаем необходимы, чтобы были в этом неправильном зале. Потому что здесь самое главное, те бесценные, древнейшие экспонаты, и они должны говорить сами за себя, все остальное лично. По поводу нашей выставочной деятельности. Уже сейчас, в этом году, у нас достаточно напряженно будет выставочная деятельность. Я вот открою маленький секрет, что мы к 20 июля должны здесь открыть выставку замечательного русско-израильского художника, Карафеу, это муж Диангина Рубина. Этот проект нам очень интересно предоставлен нашими коллегами из Израиля, из Сулитовского музея. Мы будем здесь открывать это быстро. Большой у нас проект фотографический ждет, экологический. В августе месяце, который под Эгидой Русал будет, у нас есть задумки еще одного очень большого художника. Это выставочный проект. Понятно, что постоянно действующих экспозиций сейчас мы создать не можем еще на данном этапе, кроме тех, которые есть. Но у нас есть замечательный музей, детский музей-инцентр, который будет. О всех сюрпризах и о всех изюминках, которые мы предполагаем, что в течение этих месяцев мы будем предоставлять нашим уважаемым публике, я, конечно, не хотел бы своего рассказать. Потому что любое такое событие, любая выставка – это событие интеллектуальной, культурной жизни нашей республики. И будем надеяться, что будет здесь нашим гостям, в нашем посетителе, мы увидим. Если детализировать, мы снимали, вы думаете, много изменили. Я вижу, что это не у нас. А что, если детали, да? А вы не заходили в боковые галереи? Вы зайдите в боковые галереи, вы их не узнаете. А что там изменилось? А там все изменилось. Мы выставили плиты с рисунками на стенах, перевезли. Мы поставили наши замечательные истампажи. Мы заново оформили каменные подиумы. Мы поставили дополнительно новые произведения древнего искусства, в том числе тюркские бабы. Это два уникальных присвоения, которые происходят в территории Кококакаси. У нас единственные тюркские бабы. Мы их выставили сейчас в экспозиции. Мы выставили предметы художественно-декоративного искусства древних народов этой эпохи. То есть действительно очень существенное изменение и наполняемость этого завода стал уже экспозиционным. Коллега из Петербурга интересуется, сейчас большая часть экспозиции составляет заряженные, влечные заряженные английские камни, из вояне, но, безусловно, наверное, главное... Нет, это только начало, это только начало. Я понимаю, безусловно, главное сокровище навернякает скифское золото, правильно? Нет, вы не правы. Главное сокровище, то, что вы сейчас видите. Для Кококасии главное сокровище для всего мира, это каменные усморения. Скифское золото у нас... Нет такого скифского золота, которое есть в Восточной Европе, которое есть в Туве. У нас оно очень невыразительно. У нас замечательная художественная бронза в нашей территории скифского времени. Каждый... Мы однократно говорили, что сокровище, которое сейчас находится в Петербурге, в Эрмитаже, в частности, хранятся ввиду того, что здесь не было еще этого музея на тот момент. Речь идет об отдельных кладах золотых и серебряных изделий. Они являются только частью, я бы сказал, не самой значимой частью, древнейшей, богатейшей культуры того разнообразного селения, который жив на этой территории, по-видким... Золотые чаши — это не главное здесь. Главное здесь — художественная бронза, аскальное искусство, каменные из роялья и миллертерная пластика. А золото... Ну, знаете, в каждом регионе есть свои, как бы, такие бренды. Вот золото скифов — это нужно ехать в Топию. Там уникальный совершенно комплекс золотых, а у нас совершенно иная ситуация. У нас гипселы, у нас кишки. У нас замечательная бронза, которую сейчас можно увидеть по фотографии, вот они выставлены здесь, в экспозиции. То есть каждый регион имеет свою самобытность, свою самодостаточность в древней плене.